Всем привет ребята, с вами Виги. В последнее время вы все чаще всего мне попадаете в мои видео, где вы показываете свой мощный скилл в ПВЕ и в ПВП. Чаще всего в ПВП. Ваши легендарные победы в дуэлях-турнирах 1х1, где вы занимаете топовое первое место, выигрывая всех мастеров дуэлей. Или ваши замечательные победы 1вс5 в мини-турнирах 5х5. Вот я и думаю, дай-ка я себя покажу хоть раз. Сейчас мы перенесемся на тот самый стрим, где тот самый сильный шаман сделал в соло 5 убийств. Ссылочка естественно на видео будет в описании. Скажу сразу, за рогу я играю всего около 10 дней. Так что сверх каких-то сильных тактик от меня не ждите. А вот чего стоит ждать, так это того, что я играя с вами турниры, наблюдал за вами, понимал ваши повадки топовых игроков и решил сыграть по одной тактике цикасичи. Мой вам совет, ребята, смотрите мои стримы, как играют топовые ребята. Запоминайте так же, как и я, их комбо. А самое главное, позиционку, это важнее. И у вас все получится. В общем, хватит трепетать языком. Погнали. Ага, я, короче, самый последний. А, нет, я предпоследний. У нас чернокнижник, демоновок, яся камшот первый выходит. Он 99 выкинул. Да, это тот жердяй. А можешь половину от этих 800 шаману отдать? Нет. Мне, мне надо, ребят, мне надо на видеокарту собирать. Будет видеокарта, будет качество на стриме еще лучше, будет меньше лагов на стриме и, соответственно, замечательные стримы, на которых вы участвуете и делаете минус 5, они только будут еще чаще. Так что все четенько. Так, ну что ж, у нас яся камшот выходит против Тригеронии, Рыцаря Смерти, Анхолика, который только что отдал все способности. Неплохо, кстати, поднял себе лицо чернокнижник, так же, как и ДК. Но вот проблема, у Рыцаря Смерти сейчас не крота висит на нем, чего не могу сказать о чернокнижнике. И в связи с этим ДК умирает. Да, ребята, ДК умирает. Кстати говоря, ясик камшот это самый очень крутой, хороший чернокнижник, играющий за демонолога. Так, сейчас против него выходит Крагар. Давайте по... О, у них три воина, кстати, из них один даже Армс. Нормальная пачка такая. Ну что ж, ребят, мне почему-то кажется, что... Хоть и демонолог довольно-таки крепкий, но... У него посредственный урон, у него не фулы. У него нету того, чтобы... Короче, не хватает, скорее всего, у чернокнижника того, чтобы победить Вара. Вот... Я вижу то, что он сейчас Малек на Вара, кстати, закинул. И Неплохо, кстати, его сейчас пробивает. И пока там Малек действует, Вара ничего не может позволить. И, кстати, он реально побеждает Вара. Вара, подожди, 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 подожди. Не, Вара еще поднимает, поднимает себе лицо. Он хилится за счет питомца. Понимаете? Короче, не хватает такого жесткого взрывного дэмажа, как у разрушения. У демонолога. И из-за этого Фури Войн просто потихонечку выхиливается и просаживает чернокнижника. Вводя его в глобальные кулдауны, заставляя его отдавая все сейвы, камни, койлы. И рано или поздно он не будет у этого чернокнижника. Так, Войн делает грамотный геройский прыжок и тут же ловит койл. Ну, нормально, кстати, очень неплохо отхиливается чернокнижник. И делает грамотную телепортацию, оставляя один на один со своими питомцами. Хорошо живет, ребятки, хорошо. Если камсюрт пока что показывает хороший скилл. Там берса пока что горит у Вара. Я, честно говоря, немножко не знаю, стоит ли вообще Фури кидать Вара, потому что там берсерк есть как-никак. Так, и Вара просто начинает жестко тунелить по чернокнижнику. Получает стан, поднимает себе лицо до 45% ХП и включает исстреление. Воин и дурак начинает дамажить по питомцам, дабы хоть как-то исцелиться. Чернокнижник использует телепортацию, на 14% ХП убегает за колонну, ставит туда телепортацию. И, судя по всему, он сейчас хочет опять обмануть Вара. Так, хороший койл, поднимает на 31% ХП себе лицо, уходит за углом, чтобы Вара не сделал туда чардж, и опять начинает кайтить. Там питомцы пока что потихонечку поигрывают по воину, но вот есть одна дилеммка. Воин вешает на себя шилды, при этом он дамажит иногда по питомцу, поднимая себе лицо, чего не может себе позволить чернокнижник, периодически получая урон от всякой фигни. Так что, да, как я и говорил, воин переезжает чернокнижника, если это ветка демонология. Вот так вот, пацаны. Демонолог очень крепкий за счет того, что он делит урон между своими питомцами, там, в районе 40%. Но этого недостаточно. У него не хватает демэджа для того, чтобы пережить Вара. Хотя бы его почти тупо на краполях, ребят, на краполях. У него именно, по этим, не дамажит питомца так хорошо, как хотелось бы. Так, ну что ж, у нас Крагар сражается против Крамзана. Два жестких, хороших Варача. Но обратите внимание, что у Крагара еще хватает силы победить. А, у нас Крамзагар играет через Армс Война. Но он Риталу немножечко откайтил, и из-за этого Фури Войн его перекайтил. И хилиться, по сути, Вару больше нечем. Если, конечно же, случайно у него нету второго дыхания. Навряд ли у него есть второе дыхание, поэтому он, ребята, умирает. Хотя не видел на нем дефстойки. Да, скорее всего, у него было второе дыхание, я просто не видел на нем дефстойки. Он сейчас попытался, скорее всего, уйти за угол, но исцеление его не включилось. Не успел он ткать. Это у него было замедление. Вара просто зерчарш и упиздила его. Так, ну что ж, выходит Рокедо, чернокнижник. Вот этот чернокнижник, кстати говоря, уже может запиздить, на самом деле, Варача. Еще обратите внимание, что он играет с Сукубом, а Сукуб очень блядский, замедляет сейчас, вешает КД, залетает, фулы! У Вара остается Лоу ШП. Замечательный рефлект от Вара на 20% ХП. А-а-а, подожди! Это Афли Локли, мне кажется? Подожди, это Аффликшн, чат? Это Аффликшн, это не разрушение? Думал, это разрушение, это Аффликшн. Посмотрите, кстати, обратите внимание, что на Варе постоянно висит замедление. Все дело в том, что питомец сейчас у чернокнижника, Сукуб не просто берет еще в контроль, но по КД вешает 50% замедление, если не больше. Короче, очень неприятно. Блин, я вот опять ХЗ по поводу Аффлика против Варача, потому что, опять же, это последственный туннельный урон, а этого недостаточно, чтобы победить Фурика. Фурик начинает выживать. Да, я вижу то, что Лок хилится, я вижу то, что он Вара просаживает, и вначале он своими фулами неплохо его усадил, но Войн-то выжил. Войн-то поднял тебе фул лицо. Вот и все. Так что, скорее всего, единственный вариант, сейчас победить Вара, это действительно играть только за демонолога. Хотя еще не все потеряно, мы сейчас посмотрим, сможет ли он это сделать или нет. Но помним про то, что это уже третий персонаж, против которого сражается Карагар, и, возможно, у него просто КД. Так, 21 хп остается у него, включается энрейдж у Вара, он пока что наносит повышенный урон, включает рефлект у нас чернокнижник, грабит антелепортация за угар, туда делает Карагар прыжки, у него остается 300 оплатных хп, фулы, и закончился, ребятки, наш воин. А ты думал, братишка, а ты думал. Да, это был я. Надо было нажимать. Так, ладно, ждем огрушения. О, это Армс Войн, кстати, он мне может переехать. Бери глазик, бери глазик, бери глазик, бери глазик, бери глазик. Что я... Блядь, я не то нажал. Понял, хорошо. Включаем просто банальное уклонение. Отдаем стан. Повышаем хасту. И типа уходим в инвиз. А там пока что всякие грязные... Понял, принял. Там реталейшн. Тихо, 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 тихо. Ждем диминейшнг, ребят. Ну, яда потихонечку дамажит. С вторым дыханием играет. Тихо, тихо, тихо. Нельзя со вторым дыханием играть. Ты шо, извращенец? Вот с этим варом можно, на самом деле, побаловаться. Все, посмотрите, он просто гниет. Он ничего не может сделать. Он просто ничего не может сделать. Так, пора идти в инвиз. У него скоро закончатся бледы. Он переживает, кстати говоря. Реально переживает. Неплохой стан. Воу, воу, щет. Следующий выходит ДХ. Это нам не важно сказать, это фигня. Не могу пока войти в инвиз. Понял, клеточка, хорошо. Побежали. Так. Еще один, блядь, кого он... Сосать, блядь. Фурик. Еще один фурик, парни. Еще один фурик. Так, если это фурик... Наверное, яд надо на минус исцеления взять. Берем яд на минус исцеления. Так, он за гладиком пошел. Отлично. Сейв тринка. Окей, хорошо. Делает Чарльз, подхиливает СО, плохо. Город он в нем заканчивается. Дименешник на стан заканчивается. Оу, щет. Неплохие пиздюли от него заходят. Песьма неплохие. Дименешник заканчивается. Хорошо. Хорошо. Дименешник заканчивается. Дядя воин включил исцеление. Шо ж ты лезешь вперед бочке? Я, конечно, его сейчас отдам в Виндетту, пацаны. Но... Без этого никуда. Шо ж поделать. Сейв тринечка. Понял, принял. Да умрешь ты сегодня, тянет. Вихрь покинуть села, а? Нормально. Заметьте. Всего лишь 36 тысяч захилил. Всего лишь. Все в демэдж ушло. Нормально. 4-0. Поехали. Ребят, надеюсь, вам понравилось. Ну, естественно, эксперты в чате подскажут на мои ошибки. Я их, конечно же, почитаю, чтобы сделать свои выводы. Всех жду на своем стриме. В 18.00 по Москве на этом YouTube канале. Если нравится Twitch, ссылочка, естественно, в описании. У нас будет доля турнир 1х1 на 100 тысяч золота. Приходите, смотрите, участвуйте, а самое главное, побеждайте. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok